Я Дима. Я из Upwork и работаю в Enterprise команде. Сейчас подробнее расскажу, что это такое. Мы начнем, наверное, с того, что вообще такое Upwork. Наверное, кто-то не знает, кто-то знает. То есть до мая 2015 года это было две отдельные биржи – Odesk и E-Lans. В какой-то момент Odesk выкупила E-Lans, полностью поглотила, и в результате трансформации получился Upwork. Это вот такая вот комбо-биржа. Это самая крупная в мире биржа. У нас где-то 14 миллионов фрилансеров. Каждый день постят очень много новой работы. Клиенты продолжают работать с фрилансерами. То есть переиспользуют их, растут, развиваются и так далее. Это, собственно, наша команда Enterprise. Мы пилим это приложение все удаленно. То есть у нас где-то, наверное, около 30 распределенных команд. Они каждый работают над своим куском приложения. Все находятся в разных кусках мира. Иногда мы делаем такие общие съезды. Это вот мы в Лиссабон ездили. У нас регулярно всякие там митинги, потому что очень важно поддерживать коммуникацию, когда вот каждый находится в своем каком-то куске приложения и находится при этом в другом конце мира. Поэтому у нас очень вот тесная коммуникация с друг с другом. Теперь давайте поговорим о том, что вообще такое Enterprise, потому что оно как-то так звучит непонятно, я уверен, для многих. По сути, 4 года назад, когда я только пришел в компанию, это был такой как, по сути, небольшой стартап. Вот как если взять Google, да, то есть у них там есть отдельные приложения Gmail, там аналитика и так далее. То есть это, по сути, как раз разные отделы, и каждый из них начинал с какого-то маленького тестового приложения, в итоге это перерасло во что-то большее. То же самое с Enterprise. То есть мы начинали как маленькая тулзень, что-то вроде жиры для корпоративных клиентов, для того, чтобы они могли большим количеством тасок хантить фрилансера. То есть они как бы постили список работы, фрилансеры приходили, забирали это и назад отправляли. Соответственно, после этого получали оплату. Со временем это стало разрастаться, потому что корпоративным клиентам нужно особое внимание, потому что когда ты работаешь с одним-двумя, там, наверное, до 10 фрилансеров, тебе довольно комфортно все делать на текущих инструментах платформы. Но когда вот у нас там есть PNG, у них что-то, по-моему, около 10 тысяч фрилансеров. И это вот мы называем Talent Cloud, то есть это такое вот облако, которым они могут делиться с другими клиентами. Ну и, в общем, когда у тебя этих фрилансеров становится очень-очень много, тебе нужны особые инструменты для того, чтобы управлять всем этим. То есть это вот что-то часть. Часть внутренних приложений для клиентов, где они могут отдельно обратиться в саппорт, потому что у нас сидит где-то около человек 200, которые регулярно коммуницируют с клиентами, помогают им разобраться в платформе, даже банально там запостить работу. Это иногда для них проблема, потому что это все связано с законодательством, с налогами. И, соответственно, каждого привлеченного фрилансера тебе надо отслеживать на всех этапах процессинга оплаты. То есть это я как бы там не сильно шарил, но вот в США там разнообразные налоги. Кто работает, тот знает. И, соответственно, тебе важно вот часть этих налогов платить, часть не платить. Отдельно у нас есть так называемый compliance. Это проверка фрилансеров перед тем, как они начинают работать с клиентом, потому что в некоторых странах законодательством невозможно работать с саппорком легально. И, соответственно, compliance исследует эти ситуации. Часть фрилансеров разворачивается, а часть становится частью чего-то большего. И никакой бигдаты. То есть у нас вот за 4 года вся интерпрайс BD, она где-то около 10 гигабайт. Ну, это я как бы не беру в расчет именно там данные самих фрилансеров о работе, тоже вот реально бигдата. Но у нас это все хранится где-то примерно в 10 гигабайтах. Это всякая конфиденциальная инфа о клиентах, вот счета вот эти все, связанная вся информация. Где мы это храним? На АВС. Мы туда только-только переехали, где-то, ну, уже, наверное, не только-только, года два в общем. Долгое время у нас был отдельный хостинг-центр в Вашингтоне. Со временем, понятное дело, оно стало все сильно захлебываться, ресурсов не хватало, и было принято решение перейти на АВС, потому что там все-таки предоставляют сервисы, да, то есть ты работаешь не конкретно там с одним сервером, а с каким-то именно набором сервисов и их между собой компонуешь. На бэкэнде у нас Java, она работает в два слоя, у нас называется Agora. У нас есть один слой Java REST-инпоинтов, это IS называется, то есть authentication. Это те инпоинты, в которые можно постучаться, только имея сессию. И есть внутренний DS-layer. Он, соответственно, позволяет коммуницировать внутри блоформы между микросервисами без аутентификации. Это вот, по сути, ты проходишь первый левел и потом уже дальше между собой сервисы начинают взаимодействовать. PHP и Symfony у нас находятся вот где-то посередине, то есть у нас получается из каждого Symfony приложения на каждой странице идет множество запросов на бэкэнд. Бэкэнд собирает все данные из других микросервисов. Там их очень-очень много, то есть, не знаю, там сотня, может быть, там полторы. Все это между собой коммуницируют. И в итоге у нас получается такая прослойка, где, по сути, собираются все эти данные. И после этого отдается на фронтенд. В данный момент у нас сейчас Angular первый, но мы мигрируем на Vue.js, потому что со вторым и четвертым Angular у нас как-то не заладилось. Они чересчур большие, скажем так. То есть у нас там нет такой особо сложной логики, но за счет этого, за счет сложности в самих фреймворках было решено перейти на Vue.js. И также тоже кто работает, он может замечал, что у нас там время от времени меняются темы. Это называется Air. Это кастомный Twitter Bootstrap. Уже он давно там пиленный-перепиленный. В принципе, на Bootstrap уже особо и не похож. И мы со временем, каждое приложение мигрирует на новые версии, обновляем UI-слой. Да, как-то так. И вот это интересный такой момент. Передача данных из бэкэнда в Symfony. Вообще на фронтенд. Мы используем Apache Drift. Это вот сейчас предыдущий доклад был про GraphQL. Это, по сути, вот, наверное, похоже, но чуть-чуть по-другому все. Это был опенсорсный проект Apache. Это у них такая была грандиозная идея сделать язык, который будет компилироваться в другие языки. То есть вы все слышали, наверное, что-то такое, кто-то что-то такое уже пытался делать. Ну, у них, в общем, тоже не особо получилось, но вот они это используют. Причем в Facebook, кстати, тоже используют. В итоге они остановились на том, что обозвали это двоичным протоколом связи. И вот тут то, как это работает. Thrift Definition File. То есть у нас на бэкэнде, когда разработчикам нужно замапить какие-то данные из базы, соответственно, на модельку какую-то, отписывается вот такой вот Thrift Definition File. То есть тут вот пример с телефоном и типом телефона. Выглядит вот в таком формате. Потом, после того, как Thrift компилятор перегоняет это в PHP, оно становится, вот, я не знаю, видно вам, не видно, чем-то вот таким. Выглядит стрёмно, но при этом оно автогенерируется и позволяет, по сути, использовать вот эти же классы во множество других приложениях. То есть таким образом ты вот через Thrift можешь скомпилировать это как в JavaScript, так и в Perl, и в Java, и вот вообще куда угодно. У них, по-моему, там чуть ли не во все языки, фактически есть вот компилятор. Вот это пример того, как выглядят Thrift Definition'ы с константами, да, какими-то. То есть вот какие-то стринги, которые потом становятся константами и, соответственно, и наоборот, связка, то есть в одну и в другую сторону. И также каждый класс, он имеет read and write method со своим именем, да, соответственно. Здесь, по сути, описан то, как из бэкэнда, когда данные приходят, как они будут мапиться на этот объект. В PHP, по сути, оно используется вот в таком виде. То есть у нас мы просто объявляем объект, массивом передаем в него данные, они потом автоматом на констракте забиндятся на саму модельку. И также мы можем пробрасывать под типы вот какие-то внутренние, да, то есть вот как здесь на примере фонтайпа. Ну вот фонтайп ворк, константа. Это я рассказал вам про trip definition. А теперь следующий слой – это Pistrix. Это из-за того, что в AppWork очень много выходцев из Netflix, у них есть, как она называется? А, Pistrix, да. То есть Pistrix – это как PHP, Pistrix. Вот. Что это такое? Это абстракция для коммуникации между бэкэндом и фронтэндом. То есть каждый вызов, он реализует паттерн-команду. Я вот сейчас покажу вам, как это выглядит. То есть, по сути, вы таким образом абстрагируете в своем приложении вот этот вот слой именно связи с бэкэндом. То есть вот тут на примере мы передаем идентификатор Talent Cloud. Здесь объявляем путь, куда мы стучимся. Это должен быть пост. И вот request вернули. И в резалте мы описываем, что должен вернуться, вон, trip Talent Cloud, Talent Cloud. Это, соответственно, какой-то вот из trip definition типов, которые я показывал выше. Потом мы идем на следующий слой. Это то, как непосредственно идет именно коммуникация между бэкэндом и UI. Для фронтэнда у нас есть консул. Кто-то использует? Нет? Вообще никто? О, отлично. Два человека. Ну, уже неплохо. Что это такое? Это, по сути, автодискавери сервис. То есть, получается, когда у вас становится очень много микросервисов, вам важно наладить как-то коммуникацию между ними. То есть, чтобы при каждом деплое не приходилось лезть ручками в конфиге других сервисов, переопределять там айпишку или еще что-то. А если там кластер серверов, то что кластер, то, короче, очень много проблем это доставляет. Консул позволяет поставить на целевую ноду консул клиент, и он сам будет сообщать в главную консул сервис о том, по какому айпишнику находится вот этот данный UI сервис. То есть, у нас таким образом получается, что слоу балансера данные прилетают на консул, и консул уже дальше отправляет их в какой-то целевой UI кластер. Также есть еще Prana. Prana – это прокси для Эврики. Что такое Эврика? Это тоже либо Netflix, она позволяет… По сути, то, что я описал с консулом, практически в таком же виде оно работает для Java сервисов между собой, причем только в AWS. То есть, у них вот специально такая приложуха, которая позволяет кидаться айпишниками, и по сути вы коммуницируете между сервисами просто вот заголовками. То есть, вот, все это выглядит как-то в таком виде, да, то есть, у нас данные прилетели на лотбалансер, лотбалансер полез в сервис, получил целевой айпишник и отправил данные дальше. И, соответственно, каждый из сервисов, да, внутренних, они со своего внутреннего клиента в сервис-регистре передают данные себе о том, где они находятся. Это пример того, как это выглядит в заголовках, да, то есть, вот то, что я до этого описывал, стрихтом и вот все. У нас есть, получается, сейчас где там оно, вот, request-сервис заголовок phone.js. Мы стучимся вот на 10-120 порт, там обычно прана висит, и она уже знает, что вот надо найти сервис phone.js. И в таком же виде оно, в принципе, работает для бэкэнда. То есть, мы перекинули данные, получили данные, но при этом мы фактически айпишники не использовали. Также там есть у них еще из коробки много крутых штук, типа перебор сервисов. Если, например, у нас там вот в кластере phone.js 5 серверов, да, два упала, то он перебором найдет правильный и не даст всей приложухе упасть. Ответ сервиса выглядит как-то вот так, то есть это, по сути, засерилизированные данные. Тут вот вы можете увидеть, да, что это вот какой-то дрифт-объект, в нем тоже какой-то дрифт-объект, стринга там и так далее. И, в общем, таким образом, если вы все это в кучу соберете, да, то вам станет, в принципе, понятно, как происходит обмен данными. Почти все из этих тулзений есть в опенсорсе. Если кому-то интересно или надо вот для своих каких-то микросервисов построить коммуникацию, вы можете попробовать. То есть хотя бы даже начать с консула, его довольно легко поднимать, и он уже вам вот прямо из коробки даст очень много классных способов коммуникации в вашем приложении. Также Fistrix, который я показывал, он у нас доступен в опенсорсе. Кому интересно, тоже может взять, попробовать. Он также позволяет вам там для мускула это использовать. То есть вы вообще все-все-все коммуникации своего приложения можете абстрагировать. А, и также есть Fistrix Bundle для связи всего этого с Symfoy. Ну, и теперь мы непосредственно переходим к Symfoy. На данный момент у нас практически везде уже мы используем 2.8 версию. У нас довольно много команд. У каждой команды, не знаю, там по 5-10 приложений. То есть по сути каждую страницу, которая выйдет на опорке, это отдельная… Again, мы это называем, да, то есть по сути Symfony плюс Angular stack. По сути каждая страница – это отдельный такой стэк. В нем полностью, может быть, свои сервисы, свой backend. То есть оно вот… Каждый кластер, он изолирован. Каждая команда тоже, по сути, изолирована. Единственное, как мы связаны, это вот сервис навигации. У нас есть специальный UI Components Bundle, который позволяет пробрасывать хедер, футер и в зависимости от твоих текущих прав, там, либо отображать кнопочки, либо скрывать что-то. То есть, соответственно, для Enterprise клиентов навигация по одному выглядит, для обычных клиентов там второй вариант. Разные виды фрилансеров тоже. То есть вся-вся-вся навигация, она вот компонуется, собирается и все это вот рулится из одного бандла. В каждом приложении у нас примерно… Ну, я вот так прошелся, посмотрел, у нас примерно, наверное, 120 бандлов, там плюс-минус, да. Часть из них он бэдсорсный, часть из них, может быть, кто-то из вас даже писал или контрибуете. Вот, то есть можете гордиться, что вам есть частичка где-то по порке. Вот. Вот. Как Enterprise команда интегрируется в другие приложения? Бандлами. Тут можно представить, что он орет про бандлы. Похоже, да? Соответственно, у нас бандл… Давайте, наверное, даже вот так покажу. Это наш основной бандл для интеграции в другие приложения. То есть как это выглядит? У нас есть, например, приложение, которое позволяет постить работы, но в то же время нам для клиентов, для Enterprise клиентов важно показывать дополнительные поля, которые будут позволять им там платежи отслеживать на всех стадиях, добавлять фрилансеров вот в какие-то группы, да, и объединять. То есть это вот все дополнительные инструменты, они как раз-таки делаются с нашей стороны вот этим вот бандлом. И вот сейчас уже 2016 год, март. В общем, тут уже видно, да, у нас есть большой кусок, это ангуляр-приложение, и вот эта вот часть, это по сути симфа-приложение с разными сервисами, коммуникацией и так далее. Это все тесты. Это другие тесты. Вот. Как это работает, да? У нас есть разные инпойнты, которые возвращаются, разные данные. И есть первый вариант, когда мы при загрузке страницы, при инициализации приложения делаем вот отсюда запросы куда-то на бэкэнд, получаем эти данные, обрабатываем их как-то, показываем во вьюхе. Есть второй момент, когда данных много, да, то есть нам, например, надо вернуть там 100 фрилансеров, отсортированных по каким-то критериям, да, то есть запросы, которые тяжелы и больны для бэкэнда. Это мы, соответственно, делаем через ангуляр, показываем лодер обычный, делаем там 10 запросов на разные сервисы через API, либо публичный, либо наш внутренний какой-то, выводим это все, ну, все, красота, все довольны. Важный такой момент во всем этом, то есть вы вот сейчас посмотрели, это была приложуха заинитила в 2015 году, сегодня уже почти 2018, и за это время она начиналась как просто вот интеграция в два приложения. Со временем это разрослось до, по-моему, 15 где-то вот сейчас компонентов у нас, и сейчас у нас острая стоит проблема с рефакторингом всего этого. Мы его как раз на той неделе, вот еще до того, как я это писал, мы уже начали, короче, рефакторить. Что я скажу, когда время рефакторить, всегда, то есть если у вас начинает ваш бандл разрастаться, блин, надо, короче, сразу брать и рубить его, потому что, ну, дальше это становится очень больно и тяжело. У нас получилось в итоге очень много связанных между собой компонентов, и их довольно тяжело было разделять. То есть мы сейчас в итоге нарезали вот этот один большой бандл на пять маленьких, и будем резать еще дальше, потому что, ну, по итогу вам нет смысла в целевое приложение пробрасывать весь свой гигантский бандл, да, если вы там из всего бандла используете два сервиса и то, чтобы там что-то вернуть с бэкэнда, да, то есть оно как бы совершенно бессмысленно. Следующий такой интересный момент – баги. Когда у вас становится 15 интеграций, вы начинаете сталкиваться с тем, что с каждой новой интеграцией или изменением в целевом приложении, да, у вас могут начать что-то, начаться проблемы. То есть у нас вот была, как раз вот, возвращаясь к джопостингу, самый такой больной бандл. Почему? Потому что ребята каждый раз, когда вносили какие-то изменения, очень часто вообще не проверяли, что оно до сих пор работает для энтерпрайза. И это было прям вот постоянно. Каждую неделю ты приходишь, от них там приходит бага, что что, все, все не работает. Ты начинаешь лезть, смотришь, они там переописали инициализацию формы, да, и, соответственно, то, как мы встраивались в форму, оно больше не работает. Что делать? Ну, надо брать, садиться, перепиливать, да, каким-то образом. Все это покрыто тестами, конечно, но тесты в основном с нашей стороны, плюс отдельно сидят QA ребята, которые нон-стопом проверяют, проверяют, проверяют. Но опять-таки из-за того, что у нас могут быть много ситуаций, когда там у какого-то особого клиента особый набор прав, и выводятся какие-то кастомные поля вот в форме, да, оно может приводить к какой-то баге, который на самом деле ты еще и вот не можешь найти толком. Мы вчера потратили целый день вот с чуваком, мы пытались разобраться, почему вот в целевом приложении в другой там тайм-зоне отображается оффер. Мы, короче, долго-долго с этим возились, в итоге нашли, что это вот такая-то какая-то у них старая бага еще от 2015 года, и вот они ее типа вроде бы как пофиксили, но на самом деле не пофиксили, потому что наше приложение падает. Но это все занимает как бы очень много времени. И то, к чему мы пришли, да, вот после всего этого. Если тебе это надо, возьми создай, да? К чему это тут? Соответственно, когда вы начинаете интегрироваться в другие приложения, тем более, ну даже, в принципе, если у вас там три микросервиса каких-то не особо с собой связаны, но имеющие интеграции друг к друге, имеет смысл покрывать все это тестами, да? То есть даже если это не ваше приложение, но вам важно, чтобы оно работало, вы приходите и просто этим ребятам пишите тесты. То есть это то, как это делали мы. Мы просто ходили по всем нашим вот интеграциям, писали им юнит-тесты, и, соответственно, в следующий раз, когда они уже что-то ломали, они уже приходили, делали фикс в наш бандл, и после этого, ну, оно все продолжало работать, да, без вот этих вот проблем. Это мы таким образом вот с этим джоп-постингом так решили проблему. Немаловажное условие во всем этом мониторинг доступности. У нас есть круглосуточное дежурство, мы по, там, по два, по три человека, в принципе, каждый день стоят, за счет того, что все живут в разных часовых PS-ах, довольно удобно, да, то есть ты там можешь спокойно свой дейтайм следить за приложениями, если что-то не так, там, пошел бутнул, да, или там передеплоил, все стало нормально. Второй момент, это вот интересная такая штука, менеджмент инцидентов и отчеты по ним. То есть у нас бывает, если кто-то слышал, что там Upwork все время падает, падает, вот, ну, он падает, да. Но на самом деле это недолго, там, пять-десять минут, вот. Но как бы по каждому из таких инцидентов потом создается длинный-длинный отчет, это кидая за все между всеми командами, потому что зачастую бывает, там, например, такой, да, интересный кейс был, упала база. Чего она упала, хрен его знает. Короче, оказалось, что в итоге в AWS забыли снять чекер автоматического обновления, да, то есть ты каждый раз, когда ставишь новый RDS instance, он по дефолту начинает сам обновляться. То есть вот он рандомно выбрал, да, там, с, не знаю, с пятницы на субботу в 4 утра я бутнусь. Но как бы это все-таки еще дневное время, ну, вечернее, да, уже в США, то есть там могут быть живые клиенты. И таким образом вот за счет просто одной галочки у нас там в какой-то момент база ушла в reboot, стала обновляться, полприложения завалилось. Второй интересный кусок — это вот Deep Health Check Bundle. Его разработала как раз наша команда для того, чтобы не подскакивать ночью каждый раз, если упало не твое приложение, да, потому что очень часто за счет того, что у нас очень много микросервисов, там, вот какой-то один из 100 упал, тебя начинает при дюти отзванивать, ты думаешь такой, блин, все, короче, все, все поломалось, вот не надо было вчера там еще деплоить. Вот, но в итоге мы разработали вот этот Health Check Bundle, и он, по сути, проверяет по каждому из микросервисов, он кидает пинг, собирает с них понги, и если он, какое-то из приложений упало, но это не наше приложение, то есть у нас вот отдельно типа Enterprise Tag, да, и в нем наш микросервис. Если упали не они, то мы, соответственно, никакие пейджер-дюти-алерты не кидаем, потому что уже, видимо, кто этим занимается, и наша команда не имеет к этому отношения. Следующий интересный момент — Continuous Integration и Deployment. Мы используем Jenkins, по сути, для того, чтобы запускать тесты на каждый билд и pull request. Собираем статистику по качеству, не разрешаем мержиться, если там качество плохое, или какие-то есть повторы, соответственно, надо это все рефакторить. Используем также для Deploy по расписанию, и тоже, если кто-то боится Jenkins'а, или вот помнит его как очень-очень таким хреновым. Они недавно сделали полностью редизайн, называется Blue Ocean, и он стал вот прям очень клевый. Он наконец-то выглядит нормально, и у него нет вот этого стрёмного интерфейса, когда ты заходишь, думаешь, блин, все, что это вообще такое. И есть важные правила. Например, не деплоиться по пятницам. Это очень часто помогает избежать многих проблем. Почему? Потому что есть такие любители сделать деплой в пятницу, уйти куда-то, приложение упало, ни до кого не дозвониться, ну и все. До понедельника оно лежит. Собственно, что дальше, да? Что дальше со всем этим? Мы сейчас пришли к такому моменту, что нам текущих вот того всего функционала, что я рассказывал с интеграциями Simfy в другие приложения, как Bundle, уже не хватает. То есть нам для клиентов надо предоставлять вообще другие инструменты, более прокаченные, со своими какими-то вот… То есть даже банально постинг работы, про который я уже упоминал, нам его полностью надо переделать, потому что у клиентов Enterprise вообще другие требования, им то, что мы даем для обычных клиентов, вообще не подходит. И мы вот сейчас думаем над тем, что это называется, кстати, Jamstack. Это JavaScript, API и Markup. Что это такое? Это по сути Angular приложение или VGS приложение, которое лежит где-то, на S3 через Amazon Lambda. Тоже кто-то использовал? О, уже гораздо лучше. Собственно, да, в двух словах. Что это такое? Это по сути instance, который просто запускает кусок вашего кода по требованию. Ничего такого особого, но это дешево и по сути позволяет как раз такие вот API, из которых надо собрать данные из других API, по сути абстрагировать. Я где-то был на докладе, это называлось бессерверная архитектура. Я бы не сказал, что она прям бессерверная, но у тебя все равно есть целевые инстансы. Но таким образом ты, получается, можешь изолироваться от Symfony, да, от PHP и делать какие-то вот независимые JavaScript приложения, которые просто общаются с API-шками разными. Соответственно, мы вот сейчас думаем над тем, как это реализовать. Окончательного решения нету, потому что у нас, ну, во-первых, очень большой стэк всего на Symfee уже, но нам как-то вот надо двигаться дальше и вот, в общем, думаем, решаем. Еще мы ищем Symfony и Angular-девелоперов, если кому-то, если кто-то послушал все это, не испугался, да, и вот хочет прийти помочь разобраться. Вот. Спасибо. Вопросы? Так, у кого есть вопросы? Дмитрий, спасибо большое за доклад. Пожалуйста. Интересно было бы послушать насчет, какой у вас используется процесс разработки, то есть вы какой-то скрам или у вас разные команды, разные студенты? Да, вот, кстати, я про это не рассказал, но вообще за счет того, что у нас очень много команд, они сами выбирают то, как им удобно работать, да, то есть мы работаем, ну, по agile, наверное, можно сказать, да, то есть у нас есть спринты, регулярно там вот разгребаем бэклог, закидываем какие-то новые задачи, но это не говорит о том, что в других командах это так же, да, то есть оно вообще может радикально отличаться, там, вот, прям совсем радикально. А еще такой вопрос, опять же, потому что большое количество команд и большое количество микросервисов. Насколько я понимаю, команды все-таки у вас привязаны к микросервису непосредственно. Да. Иногда бывает, что кому-то, не то, что надоедает, да, просто бывает, что люди расходятся, да, из команды, то есть, например, вначале собралось там пять человек, забилили какой-то микросервис, со временем один из команды ушел, да, наняли кого-то нового, потом те четыре человека ушло, в итоге у команды приложение, но они как бы вообще не знают, вот, что с ним делать, да, то есть они его там никогда не пилили, там, не знают, как оно изнутри выглядит вообще. Вот. Но и в такие моменты, эти приложения просто мы начинаем мигрировать между командами, то есть там кто-то когда-то его пилил, да, вот там в этой команде еще эти люди остались, и, соответственно, мы его перекидываем вот на ту команду. Я хотел узнать, не возникает ли вот задержек из-за того, что одна команда не может реализовать фичу, пока не будет там реализована пи в другой… Для этого у нас есть фича флаги. Я их не затрагивал в этом докладе, но так в двух словах, да, что это такое. Это, по сути, набор параметров в true или false, и вот с названием фича флага, они хранятся на Амазоне, и они позволяют как раз-таки вот избежать вот этих ситуаций, да, когда ты запилил уже фишку, но фронтен команда не доделала свой кусок, при этом вам-то надо еще письма отправлять, да, вот по этому же функционалу. Таким образом мы затыкаем вот эти места фича флагом, и когда фича полностью допилена, мы этот фича флаг просто типа включаем для всех. Таким образом мы избегаем вот этой вот рассинхронизации. Ну и потом, соответственно, следующим циклом мы ходим по коду и вычищаем старые фича флаги. Это вот типа обычные иф-условия, да, иф и название твоего фича флага. Вообще никакой магии. Мы, кстати, тоже используем фичи тоггл, и у нас вот в последнее время возникает проблема в том, что в таком случае на QA гораздо больше нагрузки, потому что нужно все кейсы со всеми флагами проверять, потому что они не знают, какая комбинация флагов будет включена на продажу. Ну это уже проблема QA. Не, на самом деле просто надо ну как бы следить за этим, да, то есть не позволять вот этим фича флагам разрастаться там до каких-то, не знаю, очень нереальных размеров. То есть вы в любом случае же, да, как бы фичи доставляете, фичу доставили, фича флаг убрали, да, то есть все уже как бы там стало гораздо меньше условий для проверки того или другого состояния. Ну и просто что постоянно надо вот эти клинапы делать, потому что, да, если их становится слишком много, это плохо. Да, и у меня последний вопрос я хотел узнать вот насчет деплоев. Я так понял, что у вас автоматический, ну почти автоматический деплоев, который происходит регулярно. Есть ли у вас такой процесс, как регрессионное тестирование, когда после окончания там очередного цикла разработки нужно полностью… Да, да, да. То есть у нас довольно большая QA-команда, у нас отдельно еще окружение, как бы предпрод, да, и они вот на нем постоянно… Там, во-первых, пачка автоматических тестов все время нон-стоп гоняется, то есть ты даже если там что-то вот прям критическое навернул, то скорее всего ты об этом узнаешь там через 5-10 минут, да, как пробить пройдет билд по твоему приложению. И также отдельно вот QA-команда реально, я не знаю, мне кажется, она раза в два больше, чем девелоперов, то есть они все там нон-стопом это все проверяют, прогоняют и там, если что, релизы просто получатся. Спасибо. Еще вопросы? А кто делает деплой у вас? То есть это там и сервисы эти, то есть они отдельно, независимо деплоятся или это собираются какие-то сервисы? Как релиз? Что такое релиз, который деплоится? Вот то, что я сейчас рассказывал, да, вот этот там PHP, PHP, PHP 7.1, Symfony. Это по сути новый стэк. Ну, как бы уже не совсем новый, мы просто три года его пилим, да, то есть, но он как бы все равно считается новым. У нас по-прежнему есть Legacy-кусок на Zendie каком-то типа там 1.19, что-то такое, ну, короче, вот прям очень древний. Просто приложу, купили от 2002 года, по-моему, она со временем там эволюционировала, но у нас все равно есть вот очень большой Legacy-кусок. И как раз таки вот эта вот миграция на Symfony, на микросервис, она была обусловлена тем, что была проблема с тем, что в Legacy-приложении какая-то команда ломает один кусок, да, релиз блочится. Пока они его напилили фикс туда, другая команда, короче, поломала другой кусок. И таким образом там были вот просто времена, когда вот там очень долго нет релиза, потому что просто не могут вот собрать, да, вот это вот состояние, когда еще никто ничего не поломал, но оно все еще работает. Вот. И, соответственно, таким образом с миграцией на микросервисы, на AWS-ку и на Symfoo вот весь этот процесс абстрагируется, и как бы каждая команда, она работает в своем регист-цикле, то есть мы вот, например, там каждые две недели деплоим новые фичи. Другие команды, я знаю, они каждую неделю там типа во вторник задеплоились, да, дальше допилили новые фичи, потесили их в следующий вторник снова задеплоились. Вот. А ты еще что-то спрашивал? Самый первый вопрос. Ну, деплоим занимаются отдельные люди, или вы как отдел сами свой делаете релиз? Да, смотри, у нас получается вот для Java там немножко другой процесс, да, для PHP у нас OPS works, если знаете, это вот AWS-сервис, то есть там, по сути, набор рецептов, отдельная команда сидит занимается, пишет эти рецепты, и, соответственно, у нас вот, если ты, мы как бы определяем, да, вот если ты уже готов, короче, к этому процессу, мы тебе выдаем доступ, ты можешь соответственно деплоить. И обычно, там вот на одно приложение у нас где-то два-три человека, которые в случае чего могут прийти задеплоить, сделать релиз, опять-таки, это для того, чтобы, если там два человека куда-то отвалилось, да там в отпуск уехали, там, или еще что-то, всегда есть третий человек, который может прийти и нарулить. плюс у нас очень большая база в конфлюенсе, вот с подробным прям описанием, куда нажать, там, вот, чтобы сделать релиз. То есть инструкции есть, да? То что, да? Ну, инструкции получаются. Да, 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 инструкции. Сейчас еще подэплодить, давайте, давайте, вот есть база данных огромная, миграция есть, ведь какой-то сервис может. Да, да, миграция постоянно, ведь какой-то сервис может. Смотри, просто я вот как бы вот с этим вообще фактически не связан, да, я вот больше именно металлгем и фронтендом занимаюсь. Но вообще на бэкэнде, да, иммиграция, то есть вот все, там просто иногда бывает ситуация, что иммиграцию прогнали, база там типа ЦПУ по 100% полетела, начался инцидент, там, подкатывается, все такое. Спасибо. А можно конкретно узнать, то есть мы переехали на АВС, что вы там, что на АВС, это только хостинг или что еще? Там куча сервисов АВС-вских, что вы используете там? OPS Works, я уже упомянул, RDS-ки, сейчас, вот мы еще не мигрировали туда, но уже часть команд перешли, у них есть EC2-контейнер, да, то есть, соответственно, деплой из докера прямо в облако. Ага, то есть, ну, подробности, сколько этих RCD у вас там, как крутится, как вы их менеджете? Упомянул про докера, то есть, значит, где-то там подноготный докер у вас там есть, да, то есть, это упаковано. Смотри, у нас есть Kibana, SlackStash, и вот недавно добавили Primateus, то есть, таким образом, а, игра фана, короче, вот все, практически все, что есть и используется, и вот там собираются данные по каждому инстанцу. У нас, по сути, каждому инстанцу, да, когда ты его инитишь, там есть большой набор инструкций, которые позволяют вот именно развернуть все эти сервисы по логированию, и, соответственно, уже все оно мониторится непосредственно вот из всяких логирования, потому что серваков там какие-то десятки тысяч, да, то есть, ты, соответственно, не уследишь за каждым, вот, но за счет того, что есть отдельные команды, которые занимаются этим, они следят за этим, и время от времени там есть рассылки, что, давайте срочно обновляйте рецепты, потому что там такие-то, и какие-то, и какие-то баги были пофикшены. Ну, возвращаясь опять, используйте этот консул, да, используйте, на самом деле, это еще древняя туза, вот, и сейчас очень много новых, там, тот же самый Anzi был, тот же самый Docker Swarm, Swarm, вернее, которые там, ну, не только в США, на территории США там несколько такие конкурентные компании, которые разработают подобные штуки, особенно для AWS, не по AWS заточены. То есть, вы планируете это как-то обновлять, или вот из-за этого, на этом заточен, оно работает, и мы не трогаем в таком формате. Тут спорный такой момент, да, потому что оно работает. Это ключевое. И очень много команд, да, то есть, которые, ну, просто смотри, тут в чем проблема. Если бы это было хотя бы там десяток, да, сервисов, но это было просто. Когда их там несколько сотен, но это вот реально тяжело, потому что надо каким-то образом это все синхронизировать. То есть, мы вот после сейчас переходим на вот EC docker-контейнеры, да, ну, и то как бы вот, я знаю, там на самом деле пару команд всего перешло, остальным еще вот либо некогда, потому что текущий flow task, да, каких-то есть. То есть, ну, вообще как бы да, за время мы что-то мигрируем, обновляем, но это не быстрый процесс. Это как раз такие вот минусы больших, да, компаний, больших команд, потому что ты как бы не можешь оперативно реагировать на все изменения, да, потому что у вас есть стэк, который надо поддерживать и большая база, которую надо и поддерживать, и баги фиксить, еще и там развивать по желаниям клиентов. Понятно, спасибо. Еще вопросик, два коротких. Как у вас приходит понимание или ощущение того, что вот этот код, кусок нужно выделить в отдельный сервис? А второй, правильно я понимаю, что у вас каждый отдельный сервис, это как бы отдельное симфоний приложение плюс ангуляр, фронт-энд? Да, да. То есть, по сути, почти каждая страница на форке, это вот прям отдельный стэк, и, короче, зачастую это еще отдельная команда, там, здесь человек, который сидит, пилитов на эту страницу. Ну, это как бы не совсем так, да, конечно, потому что вы там в любом случае еще там 10 других каких-то пилите, но как бы вот это забавно осознавать, что там, например, над настройками сидит там команда из 15 человек, то есть там всего 5 полей как бы что-то делать, да. Вот. Как определять, в какой момент резать? Тоже это вот такой интересный вопрос, потому что, ну, это надо чувствовать, силу там. Ну, просто в какой-то момент твой сервис начинает становиться сильно большим, да, то есть вот, как я рассказывал на примере нашей приложухи, вот той, бандла, в которой интегрируются другие приложения, он реально здоровый стал в какой-то момент. А по сути, внутри него мы нарезали весь функционал на компоненты. То есть у нас там типа 15 интеграций, 15 компонентов, и зачем их держать все вместе? Там у них, по сути, связанных классов, ну, там несколько, которые позволяют кидать запросы вот туда на Pistrix. Но она как бы, бессмысленна, и как раз-таки за счет того, что ты это все порежешь, тебе будет проще это все сопровождать, потому что, там, например, обновили UI, да, там перешли на какую-то новую версию, там вот полностью другой UI. Что делать? Надо проходить по всем 15, вначале обновить их там, после этого их можно будет типа тегнуть, релизнуть и уже в другие приложения вне. Ну, она, короче, сильно геморно становится, да, как-то. Соответственно, если бы мы это порезали еще в тот момент, в финале это было бы гораздо проще. Ну, вот сейчас, короче, это происходит как раз. То есть, это из той серии, когда тебя тянет на темную сторону силы, то есть, на говнокод. Вот надо уже резать, потому что без вариантов. Еще вопросы, ребята? Спасибо за доклад. У меня маленький вопрос. Окей, где-то происходит какая-то идея у кого-то, кто-то сверху или снизу, неважно, какая-то идея новой фичи, нового функционала и так далее. В двух словах, ладно, в трех словах, в четырех. Как происходит процесс от идеи и до конечной реализации? Блин, я в четырех вообще никак не уложу. Ну, хотя бы по модульному, потому что я уже второй раз этот доклад слышу. Кстати, спасибо за первый раз. Я его допилил, он стал лучше. Да, он изменился, и Сингу я теперь тоже использую. Спасибо большое, я первый раз услышал из этого доклада. Но все же, вот как происходит вот этот процесс? Ну, хотя бы образно. Да, тут вообще несколько есть подходов, то есть там, грубо говоря, у тебя, как у разработчика, появилось там, вот ты, не знаю, проснулся, думаешь, блин, было бы круто сделать такую фичу, да. Ты идешь, создаешь обычно жиротики, ты описываешь это все, кидаешь своему PM-у. Твой PM это все смотрит, говоришь, блин, чувак, что-то вообще, короче, фигня какая-то, давай, давай не будем это делать. Первый вариант, да. На этом мы закончили. Второй вариант, когда она говорит, давай, круто, давай запилим. Но после этого она же, она, он идет к своему начальству. То есть у нас, по сути, такая как бы пирамидиальная структура, но как бы в то же время ты можешь обратиться там вообще к гендиректору, сказать, что я там, что-то я зарплату больше хочу, например. Ну, конечно, так обычно никто не делает. Но за счет вот этих коммуникаций всех, то есть люди там эту идею начинают развивать. У нас большая команда дизайнеров. Эту идею они идут, обрисовывают, да, в какой-то уже интерфейс. Потом следующий интересный момент, это начинаются тесты UX, UI, да. То есть обзванивается группа людей по скайпу, у нас там есть отдельная команда, которая этим занимается. То есть они связываются с рандомными вообще людьми, да, и как бы там смотрят. Ну, в принципе, кто использует там Google, там, короче, в угле есть вот этот Live Preview, да, в Яндекс.Метрике я помню была. Вот, то есть ты как бы наблюдаешь за тем, что твои пользователи делают конкретно на этой странице. То есть таким образом они вот прозванивают, смотрят, какие у них там, да, возникают проблемы. Там вот, например, иногда не очевидно, что там что-то можно нажать. Никто не жмет. Они такие, ага, окей, давай там перепилим. В общем, пару таких и она уже идет в обратную сторону. То есть она тебе приходит как разработчику, да, что давай запилим эту страницу. Ты идешь из, я упоминал там UI Components, да, это у нас, соответственно, набор компонентов. Вот по аналогии с Bootstrap, то есть у нас там даже есть внутренний сайт, где ты можешь открыть и вот просто надергать, да, себе там кнопочка такая, кнопочка такая, там карточка такая. Вот, таким образом ты собрал страницу, перепилил ее, потому что компонентов нужных не нашло, а UI команду просить запилить это долго, надо фичи еще вчера, вот, ты идешь перепиливаешь это все, вот, готово. Ну и вообще в основном это, то есть у нас, как бы, смотри, есть такая вот активная группа разработчиков, да, которые в этом всем участвуют, а есть, соответственно, те, кому это, ну, как бы, неинтересно, да, то есть там, не знаю, ты вот не хочешь этим заниматься, тебе просто интересно там, ты пришел, тикет взял, поработал над ним, да, ну, и ушел, собственно. Вот, и как бы за счет того, что более активные комментируют, что-то продвигают, да, как бы, кто чуть менее активный, они там вот пилят это все, ну, и тебя тоже, конечно, пилят, ну, таким образом оно все коммуницирует, происходит. Ну, а кто отвечает за то, вот, вот у нас есть фича, там, сделать то-то, кнопку сделать, любимую кнопку, все, придумали, PM, PM и сказали, окей, давайте, и как дальше эта идея, ну, как, ну, если это большая фича, то есть мы еще ее даже и не порезали, может, мы ее еще должны порезать там на 10 сервисов, то есть кто принимает вот эти вот решения, ну, архитектурные, глобальные, и второй, кстати, момент, вытекающий с первого, то есть общение, документация, какой-то микс или наитие, то есть как, ну, как понять, что делать, ну. Смотри, да, давай начну, наверное, с конца, с документации. Вообще, вот именно слой документации у нас, он, короче, как-то, это огромный. То есть у нас за счет того, что компания старая, вот сейчас все переехала в конфлюенс, но у нас еще дофига доков в Google доке просто. У Google был сервис какой-то, который тебе позволял там, типа, два клика сделать сайт, и вот у нас таких еще доков там очень много. То есть документации реально вот прям вообще-вообще дофига. И плюс… А, InVision App называется, да. Соответственно, когда дизайнер это отрисовал, они закидывают в это InVision App, и уже вот эти вот все моменты, они обговариваются либо в Google доке, либо в жире. То есть там, получается, под каждую фичу создается отдельный тикет, отдельная Google Дока, и вот с комментариями, да, со всеми, то есть по каждому куску там разные менеджеры участвуют, ну, вернее, даже не разные, да, связанные как бы вот с этой областью, да. То есть, например, если с Enterprise, то у нас там где-то, наверное, с десяток менеджеров, и по сути, ну да, вот они как бы все вместе таки собрались, решили. Ну и ты, соответственно, как разработчик тоже можешь прийти и сказать, что, нет, вот таким образом это делать долго и дорого, можно сделать вот там на одну кнопочку меньше, да, но ты сделаешь это, не знаю, за два дня, например, да. Вот. Однозначно по тому, кто именно там принимает решение, ну, как бы такого нету, да. То есть у нас там нету такого одного чувака, который себе говорит, да, вот эту фичу пили, а эту нет, да. Оно, по сути, таким брейншторном как бы определяется, и либо идея выживает, да, и развивается как-то, да, либо, ну, все, ее рубят. Ну, это даже вот для примера, в Лиссабон, когда ездили, у нас как раз была, там, вспомнил, у нас человек около 20 было, мы как раз делились на мелкие команды и придумывали фичи, которые было бы классно запилить, и вот сейчас мы как раз одну из них пилим. Просто вот мы тогда вот сидели, такие думали, что было бы классно, если бы такая штука была. Проговорили, оно там дальше потом проговорили с менеджерами, идея как-то вот стала развиваться, развиваться, и вот сейчас вот, где-то, скоро релизим. Там еще вопросы, да? У меня вопрос по поводу ваших команд. Вы говорите, что у вас энное количество команд разбросанных по всему миру, да? Соответственно, этот вопрос коммуникации, связи, ну, все-таки, когда все сидят в одном офисе, грубо говоря, там, коммуникация мгновенная, когда один здесь, там, другой, там, где-то, не знаю, в Лиссабоне или еще где, там, я понимаю, я флаг написал, через три часа мне ответили. Вот как у вас все это происходит? То есть, каким-то секретом поделитесь? Ну, как бы секрета, как такого нет. У нас есть, опять-таки, у разных команд это вот чуть-чуть по-разному, да? То есть у нас, например, раньше был по одному митингу в неделю, недавно мы вот, Enterprise команда, мы разделились на четыре подкоманды, потому что стало вот отдельное, как бы явное направление, такие, которые каждый будет пилить. Вот, соответственно, у всех там такие небольшие команды. Теперь у нас митинги два раза в неделю. Соответственно, когда мы собираемся, просто проговариваем текущие какие-то вопросы, там, у кого-то что-то не работает, да, там, у кого-то какие-то проблемы. То есть мы это все обсуждаем, решаем, ну, и все, собственно. Вот. Второй момент – это коммуникация непосредственно тех лидов с PM-ами. То есть когда мы определяем список задач каждого из членов твоей команды и насколько он загружен с ними, да, ну, это вот, да, отдельный, как бы, такой еще слой общения. Плюс отдельное общение, как бы, у каждого PM-а со своей командой один на один. Отдельно слой общения в жире, да, где происходит как раз обсуждение всех тасок полностью, вообще всего флоу на тикетах, потому что, ну, зачастую, вот даже когда приходят какие-то баги, вот как я там тоже упоминал, ситуацию, когда там какой-то клиент с особыми правами, да, там, с каким-то набором полей, вот у него что-то не работает. Но она зачастую, это может быть вообще проблема даже не у твоей команды и даже не у той команды, про которую ты думаешь, да, там вообще где-то, ну, ПТ какая-то там, когда-то завалилась какая-то миграция, из-за этого пошла вот эта проблема. То есть вот такие все коммуникации они происходят в жире. Если тебе прям срочно что-то надо, сервис упал и можешь дернуть через PagerDuty кого-то. Ну, это как бы такой, знаешь, совсем крайний вариант, когда вот очень надо, вот совсем все упало, но он очень редко используется. Еще используем внутренний, вот если используешь AdWord, да, там есть вот чатик, мы, собственно, почти все время там коммуницируем. То есть у нас там, мне кажется, чуть-чуть отличается от того, что он вот для всех показывается, да, он у нас, мне кажется, больше под слэк, наверное, даже. Вот, то есть у нас отдельно комнаты, у каждой команды, по каждой фиче мы комнаты делаем, проговариваем там какие-то моменты. Обязательного времени, чтобы быть онлайн особо нету, да, но как бы желательно там вот пересекать, пересекаться в момент, когда у нас получается это вечер, 7-8 часов. В США это как раз утро, там, 9-10 часов, и у нас как раз вот в это время такие вот глобальные митинги. В Индии там уже вообще почти ночь, вот, и поэтому ребята не спят, и вот ночью приходят на митинги. Ну, таким образом, но это не всегда, это там один-два раза в неделю, да, то есть такие вот встречи. А, ну и отдельно имейлы, имейлы, да. Спасибо за доклад. Вопрос такого плана. Если у вас такие кейсы, типа, ну, вот бизнес решил, там, вот такую-то фичу выкатить на часть аудитории, такой эксперимент запилить, да, если есть такие фичи, как вы их решаете? Каким-то внутренним инструментом или что-то внешнее используете? Я рассказывал про фича флаги, а у нас еще есть QT. Я, короче, честно говоря, даже не знаю, как его шифровывается. По сути, это фича флаг, но он работает как по аналогии с A-B-тестированием, да, то есть мы выделяем, у них есть разный, короче, набор параметров, то есть там типа банально булевая, не булевая, да, вот, и там может быть какие-то три значения и, соответственно, мы можем каждый раз, когда пользователь заходит, под него нитится вот этот QT конфиг и, ну, к примеру, да, вот то, что ты говоришь, там кому-то показывать, кому-то нет, QT флаг, на нем, там, например, 30% пользователей мы показываем вот эту страницу. Со стороны симфы мы просто заворачиваем это там и в QT enabled, да, ну, там тоже никакой магии. И, соответственно, когда ты зашел, под тебя стартанула твоя сессия, мы рандомно генерием вот этот вот, ну, вернее, не рандомно, да, как бы генерием QT конфиг, если ты попал вот в эти вот 30%, ты увидишь новую фичу, там, новую страницу. Ну, и вот таким образом он как бы решается. Просто у нас оно как бы там вот очень такое замуроченное, но я там даже как бы для своих проектов набросал примерно то же самое, просто чуть как бы, ну, это, короче, проще можно сделать, да, но там как бы из-за того, что там интерпрайс сидел. Еще вопросы? Спасибо.